Самозанятые Татарстана встретились с президентом республики. Накануне в Казани прошло 11-е расширенное заседание Совета по предпринимательству. На встречу приехали более 200 самозанятых, в том числе и представители набережных Челнов. Предприниматели уже вернулись в родной город. Съемочная группа программы «Челны-24» встретилась с одной из них и узнала, какие темы поднимались на Совете. Ксения Спиридонова в числе первых зарегистрировалась как самозанятая с 1 января. Накануне она вернулась из Казани, где участвовала во встрече Рустама Миниханова с самозанятыми Татарстана. Власти из первых уст услышали о многих проблемах нового закона. Одна из основных проблем самозанятых – это то, что мы не имеем практически никаких прав. Суть в том, что мы не можем даже взять кредит в банке, потому что являемся безработными по факту. И даже в этом отказывают. А как развиваться? Интерес вызвал также вопрос, поднятый домашними кондитерами – одной из многочисленных групп самозанятых. Производители домашних тортов и пирожных сталкиваются с такой проблемой, как нормы Санпина. Они не учитывают особенности работы на дому и объемов продукции. Стоимость лабораторных исследований – 10 тысяч рублей шоколадный торт, 18 – губодия. Решением, наверное, может быть выработка каких-то технических санитарных норм именно под нашу работу, под работу домашних кондитеров. Так называемую упрощенку сделать, упрощенные требования. Во-первых, к безопасности и к качеству. И одним налетом у нас этого не получится. Вы только начинаете работать, значит, мы должны с вами совместно, и я готов участвовать в этой работе. Один из вариантов марка качества – это Роспотребнадзора, который будет подтверждать безопасность домашнего продукта. Также на совете по предпринимательству обсудили поддержку самозанятых, возможность их участия в госзакупках, перспективы работы с юрлицами и другое. Когда мы начали реализовывать все эти подходы, мы видим, что много еще вопросов требует, в том числе и доработки на федеральном уровне. Рустам Миниханов призвал время от времени проводить подобные встречи. У самозанятых могут возникнуть новые вопросы, и им надо помогать в их решении. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.